маленькая кустик целый очень мягко да пол здесь очень проваливается ну это уже быть обустроен нами здесь не было ничего здесь были просто стены находили как-то кровать и парт это гуманитарка издание девочка здесь были просто стены если честно даже дети плакали когда увидели украинский флаг на первом блокпосту вот чернухи нас был первый украинский блокпост мы все плакали потому что мы поняли что мы покинули этот ужас вот тогда мы осознали вообще когда мы сюда ехали это был август месяц 2014 года мы планировали 1 сентября идти в школу повести то есть просто очень активные боевые действия в луганске начались и мы выехали семьей и планировали что как с 1 октября говорили что вроде как мы будет школа запустить мы хотели 1 октября вернуться назад он так вышло что вот уже год почти здесь и судя потом какая ситуация сейчас на востоке там ничего и перекрыли границы мы даже сейчас не можем въехать туда то есть как бы не родственники не могут выехать оттуда которые остались не въехать никто не может поэтому я не знаю как это долго хотелось бы побыстрее но наверное это еще не прекратится ближайшее время вообще с работой очень большие проблемы вот как бы ходили на прием коростышевской администрации вот встречались председателям с имболюку ланы владимировной вот отнесли и письмо как бы о том что в такими проблемами здесь переселенцы живут уже никто эти проблемы не решает одна из этих проблем естественно это трудоустройство потому что много переселенцев не разорвали трудовые отношения с работодателем зоне а то и на данный момент не могут не имеют на руках никакой никаких документов и не могут здесь не стать на биржу труда и не могут трудоустроиться но еще вопрос конечно очень большой даже те кто имеет трудовые книжки не может здесь не устроиться на работу потому что многие работодатели в открытую заявляют о том что не хотят на переселенцев брать на работу то есть даже сам элементарная работа какая-то с они маленькими заработками не могут люди устроиться они говоря уже про квалифицированную какую-то работу по специальности вот хорошо мы поменяли это вместе с этим хоть стало чуть-чуть подсыхать это вот все было мокро 3 недели нет воды и каждое утро начинается с того что мы приносим себе воду носим с родника а такую техническую нам сюда подвозят бочку еще бочка тут а рядом есть вот когда уже вообще нету денег то тогда можно уже позавтракать по обеду требует второй этаж где мы едим вот тут столовка еще накрыта мы не снимаемся девочки у нас холодна вода да будешь холодно пить? да кашлять не будешь потом? нет можно мне тоже а почему вы закрываете потому что продукты не возят или почему как бы вам то что нам привезли еще в начале вот это мы его и варим уже никто не хочет его закрывать все что привезли то мы даем и с первого часа закрываем никто не платит и рез выключает свет и вода не имеем у нас что там еще? да здесь я собак кормлю компот и сук такой не очень да надо его даже смотреть страшно что он сидел это наверное сколько человек на двоих на двоих миллионы которые перечисляла Житомирская область сюда на погашение затрат на пребывание переселенцев директор погасил заработную плату долги по заработной плате трехлетней давности эти деньги все ушли не на погашение долга за электроэнергию за воду на какой-то ремонт каких-то крыш зданий воды а просто ушел ушли эти деньги и у нас сейчас миллион гривен долг за свет в санатории а директор пансионата заставил заключать договора переселенцев на проживание здесь и платить с человека 1200 для устрашения людей которые отказывались подписывать договора он с местной партией свободы организовал нападение на санаторий ночью в 9 часов вечера активисты партии свободы избили здесь переселенцев они с дубинками здесь и закрытыми лицами человек 30 их бегало здесь по этажам вот здесь вот все дети все были здесь в холле это было 9 часов вечера никто не спал еще и все это на глазах просто нас отсюда выживают почему потому что им не нравится то что мы говорим правду мы боремся за свою жизнь у нас там бомбы летят там дети маленькие гибнут наши там у меня внучка я не могу ее забрать меня не пропускают мой дом под бомбежкой нету дома куда мне еще идти куда нам вообще всем нам у нее семеро детей у этой тоже двое детей дочка беременная как нам жить и никто не правительство не местная влада никто ничего не хочет делать волонтеры приезжают привозят его манитарную помощь одежду еду и вот здесь эти подстрекатели начинают говорить не возите они свиньи донецкие ну как это так надо нас услышать услышать и помочь защитить нашу жизнь и жизни наших детей мы хотим жить так как по законам Украины мы же украинцы все ну там вернемся только если там будет украинская власть не всяких там вот этих вот статусов особых никаких там территорий вот этих вот федераций всего остального если будет украинская власть как была до этого мы туда возвращаемся должна должна закончиться эта черная полоса в жизни в жизни да это мы рисунки рисовали это наши это выходит а ты не хочешь рассказать о десяти шоу а че меня зовут Настя мне 7 лет я живу в Украине мир в Украине быть мир хочу добри люди и доросли и малые прагнуть меру на земле зацветает калина зеленая лещина степом котится дива луна это моя Украина это моя батьковщина что как тата и мама одна все вот мне это вот человек